Потому что пока мы ищем эти оправдательные конструкции, мы ничего не делаем. Мы когда вписывались, мы еще не знали, что нас ждет. Нужно быть в поддерживающей атмосфере с людьми, которые чего-то в этой жизни хотят. Здесь я сейчас потеряю, но я найду себя. Забито все консультациями, и между ними я впихивала свою жизнь. Марина, я всегда выбирала непопулярный способ. И люди все равно не вырастают. Помню, что люди не понимали, что такое созависимость. Да, никто не придет и не скажет, куда дальше. Сумку шинель тыкать в экран, там еще что делать. По факту же есть ниши, где денег гораздо больше. А что хотеть? Типа, как дальше жить и как дальше расти? Хочешь сплетню? Сплетню давай. Привет! Это необычное адресное интервью. Мы снимаем и направляем его именно экспертам. Психологам, фотографам, тренерам, косметологам, коучам, астрологам. В общем, всем-всем-всем, кто когда-либо сомневался в своих силах. Рекомендую вам посмотреть это интервью. Возможно, отправить своим друзьям и коллегам, потому что оно поддержит. Оно даст опору, ощущение того, что ты тоже можешь. Если вы когда-либо сомневались, если думали, я вкладываюсь, вкладываюсь в этот онлайн и обратно забрасываю, потому что меня не хватает, потому что я выгораю и ничего не получается. Если когда-либо у вас были такие чувства, вам обязательно стоит посмотреть это интервью. Пример сегодняшней героини даст вам энергию и мотивацию двигаться к вашей цели именно так, как вам это нравится. Делать они как все или как вы должны. Итак, с вами Марина Братадынова. Смысловик-затейник, коуч по блогу и продажам. Я помогаю экспертам становиться предпринимателями на рынке инфобизнеса. Это девушка из маленького белорусского города Молодечна, которая своими силами выросла до профессионала, до эксперта и директора университета современной психологии. Нейропсихолог и реабилитолог. Самый цитируемый специалист в России по теме созависимости. Эксперт, инфопредприниматель Наташа Жукова! Здесь ваши бурные аплодисменты. Интервью у нас, ребят, будет необычное. Мы идем к Наташе в гости домой, в ее дом, в ее первую квартиру, где только что закончился ремонт. Мы все там исследуем, посмотрим, пообщаемся с Наташей на тему ее экспертности, как она росла как предприниматель, как специалист, как профессионал. Как она вообще все это делает? Будем задавать ей разные вопросы, в том числе, обещаю вам, неудобные. Постараемся понять, как она это делает и что из этого может делать каждый из нас, чтобы найти свой успех. Пойдем? Ну что, ты уже почти неделю здесь, по-моему, да? Да. Ну как? Я чувствую, что чувствую спокойствие и счастье. Да? Никуда не хочется? Пока что никуда не хочется. Чуть-чуть меня это волнует, наверное, что мне не хочется никуда. Не то, что никуда. Мне не хочется, наверное, в Москву. Хочется, может, чуть позже в Европу. Слушай, прикольно. Ты же видишь, что все сейчас в Дубае тусуются, и я видела, что и твои коллеги знакомые поехали. И я думаю, что для тебя, как для эксперта, наверное, важно было бы быть там все-таки, да? Как ты к этому? В Дубае? Ну да. Нет? Ну, я всегда прикалываюсь, то, что модные блогеры на Бали, в Дубае... Где Наташа Жукова? Наташа Жукова в деревне. У себя. На самом деле, ну, есть те, кто тусуются, да, и такой образ жизни, возможно, даже нравится кому-то. Мне кажется, эти поездки, они истощают, то есть многие едут куда-то, чтобы там тусоваться, быть в теме, быть среди тех, там друг другу вечно что-то там продавать, продавать, показывать роскошную жизнь и все остальное, и тогда получается, что они становятся заложниками того, что они все время должны транслировать какую-то хорошую жизнь, очень роскошную, очень крутую, на это тратить много денег, которые они зарабатывают, выматываться из-за этого, уставать, выгорать. Потом как-то себя насильно стимулировать опять какими-то покупками, еще чем-то, и опять в это впутываться. А я считаю, что, ну, мне такой образ жизни, во-первых, не подходит, то есть даже, ну, как бы я не хочу себя там предавать, во-первых, а во-вторых, я считаю, что самое главное я, то есть если говорить про фигуру и фон, то, что есть в психологии понятия, то фигура и фон, как бы мы с тобой две фигуры, да, а фон как бы все остальное здесь. То есть, и если человек транслирует чересчур много фон, то есть, что вот, смотрите, я офигенный эксперт, потому что у меня чашки дорогие, я офигенный эксперт, потому что, я не знаю, ко мне приходят снимать интервью и еще что-то, то, или потому что я там как-то путешествую, смотрите, летаю бизнесом, там еще что-то, ты становишься как бы заложником того, что твой фон важнее, чем твои знания. А я все же считаю, что нужно вкладываться в знания, в экспертность, в свое эмоциональное состояние, там, в супервизию, в профессионализм, и тогда ты будешь главный. Где бы ты ни был, да, в деревне, в Минске, в Москве, в Дубае, там, я не знаю, где угодно, в Лондоне или вообще, ну, на выселках, ты будешь все равно важен. И со мной это всегда работало, работает и будет работать, вот. Вот, и я сочувствую даже многим людям, которые так живут, потому что они, они себя выматывают, потому что они и через это теряют свою ценность, они забывают, кто они есть на самом деле, и либо не инвестируют в это, и думают, что им нужно вот вечно там покупать, не знаю, сумку Шинель тыкать в экран, там, еще что-то делать, вот, для того, чтобы вот все поняли, что они точно хорошие эксперты. Но смотри, это ведь еще и способ расти, ты это знаешь, когда ты присоединяешься, и как социальный лифт выходишь на этих людях, которые тусуются, естественно, в сообществе, и это способ, как, ну, знаешь, как возможности. И если ты это избегаешь, то ты как будто теряешь эти возможности. Есть это ощущение, знаешь, синдром ФОМа, что ты теряешь эти возможности, когда ты не там, хоть ты можешь. Возможности, они есть везде, да, и по-разному можно создавать все эти возможности. Просто если я думаю, что мои возможности только там и только в этом, я начинаю думать, на кого я насмотрела сейчас, не знаю, в инсте, кого я наслушалась, что мое состояние так меняется, и мне кажется. То есть я вижу на кого-то в таком маниакале, в таком состоянии, что вот, только так, только через сообщество. Ну, если я так начинаю себя чувствовать, я начинаю просто задать себе вопрос. Наташ, а что с тобой случилось, что ты в последнее время смотрела, видела, где ты так себя ощутила, что тебе это точно нужно, и только так ты видишь свой рост? Ну, я же вообще росла очень аутентично, наоборот, будучи одной, самостоятельной, как бы, да, если говорить про мой путь. То есть, и был какой-то момент, когда я попала в сообщество, вообще узнала, что оно существует, вот, но я вообще не человек, не тусовка, вот, и мне это не близко, как бы, мне приятнее сидеть дома со своими книгами и со своим винилом, вот, или там на учебах каких-то вечных или на работе, вот, поэтому я всё же считаю, меня пугают такие зависимости, то есть, что я думаю, что лучше взять какого-то эксперта, ментора себе хорошего, если чувствуешь в чём-то твой рост, чем тратить, ну, если выбирать, да, а мы всё время выбираем что-то, вот, и ты можешь приехать в тусовку, но ты не умеешь общаться с людьми, понимаешь? Ты не умеешь общаться, ты не можешь заговорить, ты боишься там этих людей, ты проецируешь, что они классные, это чмо, как бы, да, то есть, там же, ты можешь приехать куда угодно, да, но оплатить какие-то билеты и ещё что-то, но не взять из этого ничего, да, ты можешь показать там своим подписчикам, что вот, смотрите, как бы, ну, да, вот, но для самого себя ты будешь знать, что, блин, ну, на самом деле, как бы устал, потратил деньги и вообще мог вложиться, ну, например, в обучение, либо в сопровождении счёта, да, кстати, это уже вырос. Это ведь тоже способ, это же, да, это тоже, это тоже состальный лифт, ты взял себе менторство или кому-то в группу пошёл или ещё что-то реального человека, который тебе подходит, который сделал твои результаты, которых ты мечтаешь, и сидишь дома у себя, ну, если так к тебе близко, да, и делаешь. И с которым не нужно договариваться, ты ему уже заплатил, и он уже, по большому счёту, тебе должен вовлечься в твои проекты. Да, да, и тебе не нужно, там, как-то супер строить с ним контакт, потому что он тоже вовлечён. Заинтересован, и я люблю такие менее выматывающие способы всё же выбирать. Кстати, гениально. Вот, потому что... И вспомни вот этот аутентичный момент, когда ты росла, когда ты только вышла в онлайн, откуда ты вела свои эфиры, и в принципе, с чего всё начиналось? Да, начиналось всё с какого-то желания, но вообще в онлайн я вышла, у меня уже была огромная практика, безумно огромная практика, и я помню, чего мне хотелось, если сейчас вспоминать, мне хотелось свободы передвижения, то есть я только же развелась, и я думала, что Москва как бы мне уже в таком контексте не очень интересна, я бы хотела путешествовать, то есть я хотела бы жить и в Англии, и хотела бы там жить у себя в деревне, например, да, и куда-то ездить, иметь возможность. Я думаю, мне нужна свобода. То есть получается, это то, зачем ты пошла в онлайн? Да, в принципе, изначально, те же клиенты, даже вот как бы... Мне хотелось просто моих даже клиентов, просто перевести в онлайн, чтобы я была свободнее. Мне вот это хотелось сразу. А чем всё в итоге? Ну, я чуть перестаралась. Чуть перестаралась. Как ты чувствуешь, как так вышло? Ну, сначала, ну, я думаю, что так вышло, во-первых, у меня была супер увлечённость в людей и желание им помочь, то есть у меня было... Я же когда вышла из найма из реабилитации, мне хотелось сделать реабилитацию онлайн для созависимых. Понеслось, как бы я хотела реабилитировать созависимых людей, мы делали онлайн реабилитацию. Вот. Потом, я помню, я хотела первые свои деньги заработать, помню, 550 тысяч в месяц, чтобы уехать в Англию жить. Цель себе ставила. Вот. И у меня, ну, получилось, да, раньше даже, чем я планировала. И, ну, я думаю, что самое главное там, конечно, безумно сильная вовлечённость и желание помогать другим людям, то есть это не как, ну, профессионализм, понятное дело, да, то есть такая вовлечённость других людей, желание искренне им помочь, быстрее помочь. Так появились курсы тогда первые, помню. Как появились первые курсы? Знаешь, что там кто-то рассказывает. У меня появились курсы, потому что это вот это... Я же не знала ничего, я просто думаю, ну, как быстрее помочь своим клиентам, потому что много на очереди новых стоит, как бы, там 100 запросов примерно было в месяц у меня на консультации. Я не могла их брать. Я думаю, как мне помочь моим клиентам быстрее? Чтобы взять новых людей, как-то им хотя бы подсказать, как-то их сориентировать в этой теме созависимости. И я думаю, надо делать курс, как-то их вовлечь, больше рассказать им практики дать, дополнительной теории, чтобы они быстрее продвинулись в теме созависимости. Вот. Сейчас эти курсы, правда, все уже в клубе висят. Вот. Но тогда, конечно, это тысячи людей, тысячи потом в итоге. То есть я же не знала, что так обернётся. Получается, что ты был спрос. Да, спрос был. Ты пришла сюда и почувствовала спрос. Но этот спрос, он же не сам тобой управлял. Ты его в том числе инициировала. Да. Ты вкладывалась в рекламу постоянно. Ты наросла, ты наносила мало людей, наставников, консалтеров. Ты постоянно разбиралась в этой нише, Наташ. Нет. Нет, в самом начале я ничего этого не делала, я помню. Ну, то есть я вкладывалась в рекламу какое-то время, там, удачно, неудачно. Но я помню, что люди не понимали, что такое созависимость. Да. И мне приходилось очень много вкладываться, как в просвещение психологическое, да, очень много объяснять. И такое мне все время говорили, боже мой, зачем ты выбрала такой путь? Почему ты не выбрала проще? Я говорю, я не могу, я хочу им помочь. Потому что я же сама лечилась от созависимости. Я такая, нет, я хочу им помочь, никто их не понимает. Я понимаю, я знаю, как с этим работать, я буду им помогать. Вот. Хотя у меня там у виска крутили уже там мои коллеги. Говорили, боже мой, почему ты, Наташа, такой сложный путь для себя выбираешь? Но мне это было супер важно. Потому что для меня любой путь самый сложный, легче преодолеть, когда видишь смысл в этом. Да. Очень круто сказано, потому что ты сейчас говоришь об этом, и как будто складывается иллюзия у кого-то, возможно, кто нас смотрит, может сложиться иллюзия, что как будто вот тогда это было нужно, и поэтому ей было легко. А по факту кто-то стоит сейчас в самом начале и пытается расти, но не понимает, куда ему, у него нет такого спроса. Но суть же не в том, что спрос на тебя навалился. Суть в том, что ты так это инициировала сама. Да, конечно. То есть получается, что ты тоже начинала из очень сложного. Но ты нашла в этом простоту и легкость за счет того, какой смысл ты в это вкладывала. Знаешь, сейчас я считаю, наоборот, психологам легче, потому что есть такие люди, как я. Их много, и даже блогеры многие уже учатся на психологов. Когда я начинала, чуть по-другому было. Не было тенденции ходить у блогеров, не было тенденции ходить с психологом. Все же блогеры сдают очень сильное веяние на рынке. И тогда так не было. Я считаю, что сейчас специалистам даже легче намного, потому что многие тропы за них пройдены. Сейчас многие люди, когда они эксперты по созависимости, многие люди понимают уже, что такое созависимость. Им действительно легче. Поэтому, не знаю, мне кажется, им даже проще сейчас. Я с тобой согласна. Наташа, если взять 4 эти года, наверное, 4, боже, да? Вот это самые сложные этапы для тебя. Вот что заебал? Когда было так, что заебал? Просто я больше не могу. Это, наверное, был пик каких-то способов, формы работы либо способов работы. Когда ты понимаешь, что у тебя такая сильная загрузка, и ты таким способом только умеешь работать, и другим не умеешь, но тебе вот этот уже способ не подходит. И начинается кризис, когда, не знаю, у тебя, допустим, не знаю, дохрена клиентов, и ты не знаешь, как по-другому жить. То есть сначала ты мечтаешь об этом, это очень хочешь. Потом ты, о чем ты мечтаешь, начинаешь себя сдерживать. То есть ты мечтал много у тебя клиентов, появилось много клиентов, ты работаешь счастлив, круто, вообще доволен. А потом, например, ты уже думаешь, так, а как это моя жизнь устроена, что в моей жизни все по часам, ничего больше нету, я как бы ничего больше не вижу. Ну там, у меня там, я строила свой график недавно, раньше, там типа в стиле утром зал, клиенты, 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 обед, например, типа личная терапия, там что-то клиенты, клиенты или клиенты, и вечером типа, не знаю, там супервизия. Забито все консультациями, и между ними я впихивала свою жизнь, между консультациями. Ну то есть какие-то форматы работы были, которые, знаешь, ощущение, ты сначала устраиваешь какую-то конструкцию, и ты счастлив, ты о ней мечтаешь, ты ее строишь, строишь. А потом ты ее получаешь, и такой, что-то как бы уже не подходит, ты такой уже устаешь от этого формата, и самое главное, что ты уже не чувствуешь, я, например, не чувствовала своей в этом реализации. То есть я думала, ну как бы неужели вся моя жизнь пройдет в том, что я буду только консультировать или только, я не знаю, вести группы. И вот это реально кризис и тяжелое, когда нужно пережить это, потому что кажется, что ты реально, вот ты же мечтаешь. Я мечтала, я хотела, я делала, я создавала, создавалась. Проходило время, и я такая, так, стоп, я уже хочу что-то новое дальше идти куда-то. Вот, и вот это были очень тяжелые кризисы, потому что ты, кажется, что тебе не хватает жизни. Да, да ты же уже получила, что хотела. Что тебе не хватает. Ничего тебе не хватает, но ты же, это же мечта, просто мечта, типа. Ну да, я понимаю, что ты когда-то той Наташи, меня год назад, два назад, три, пять, десять, мечта. А теперешней, которая есть, с теми скиллами, которые есть, и вообще с теми желаниями, с той смелостью, уже нет. Как бы просто есть за это благодарность, и хочется идти дальше. Вот это как бы реально кризис, потому что кажется, что я все время выбираю какой-то непопулярный способ, знаешь, типа, знаешь, там, все тусуются там, я здесь, все там мечтают и в этом живут, и как бы делают целыми днями, а я такая, я хочу дальше, нужно отказываться. Ты бежишь от этого. Да, я такая, нет, нет, типа, все, хватит, спасибо, нужно дальше развиваться. Ну, был фон тяжелый, вот три года последних, да, даже четыре, потому что я была после развода первый год, потом были пандемии все эти, вся эта движуха, весь этот кошмар, и вот этот фон был тяжелый, да, то есть в этом фоне нужно было постоянно перестраиваться. Что-то рушилось, менялось, создавалось, поездки, переезды, нужно было смотреть, где мне жить постоянно, вот как бы в этом всем. Это же не то, что я такая, сижу в благоприятных условиях, такая, я просто расту, я выбрала расти, да, то есть нет, такого же не было, и нужно было постоянно справляться со своей жизнью, постоянно заботиться там о собаке, о отце, как бы выстраивать их жизнь, свою жизнь в этом всем, хух, я сейчас вспоминаю, и в этом еще двигаться дальше, вот. И, наверное, самое-то сложное еще вот эту вот вечную гибкость иметь, перестраиваться, потому что, когда были очень сложные моменты, все время было ощущение такое, ну, если я сдамся, все меня поймут. То есть такое, знаешь, мозг, он говорит как будто, ну, Наташ, если ты всем скажешь, что ты из-за этого не двинулась дальше, ну, все же поймут, как бы, это будет легальная причина какая-нибудь, да, там, кризис в стране, там, еще что-то, да, какие-то тяжелые условия. Вот, я думала, да, мне нужно это преодолевать и двигаться дальше. То есть сложные моменты, они были, и, но самое, это когда создаешь конструкции, которые тебя больше не устраивают и ограничивают тебя. Даже ограничивают тебя, когда твои мечты, ты их выполняешь, а потом получается так, что тебе в них недостаточно быть. А потом получается так, что если ты в них остаешься, ты себя предаешь. И мне кажется, ты супер важную тему для каждого эксперта сейчас подняла, Наташа, потому что реально мы все к чему-то идем, мы этого достигаем, и в этом тоже выматываемся. И дальше, что самое главное, никто не придет и не скажет, куда дальше. Да. Ты сам должен найти это, куда дальше. Да. И что помогало тебе найти это, куда дальше? Ну, я же все время, во-первых, в психотерапии и в супервизии нахожусь, да, то есть я там все время в внутреннем поиске и внутренних ответах каких-то, которые, куда я хочу, что мне важно, чтобы, потому что вокруг много соблазнов. Все диктуют, как жить, что хотеть, что любить, там, что ненавидеть, там. И все время нужно вопросы задавать себе, а что я хочу, а что мне важно. И я думаю, в самые кризисы, конечно, я выбирала себе поддержку, скорее, менторство, либо колсалтинг брала себе какие-то, два раза в жизни у меня такое было, вот, людей. Я все время обращалась, мне кажется, к людям, которые за опытом, кто уже это проживал, кто проживал кризисы, кто проживал стабильность. Я помню, был у меня сильный кризис, когда я поняла, что мои базовые потребности закрыты. Это прям кризис был. Я реально, у меня был кризис, потому что я привыкла выживать или создавать все условия для выживания вечно. Ну, потому что моя такая модель была мышление, да. И потом, когда я поняла, что базовые потребности мои закрыты, я такая думаю, так, а что хотеть, типа, а как дальше жить и как дальше расти. Ну, то есть, как бы стимулировал же страх. Да. Когда страха такого нету, нужно либо себя как-то опять пугать заново, ну, не знаю, там что-то купить, напугать себя платежами, не знаю, напугать себя и чем-то, не знаю, ужасной жизнью все равно. Потратить, может быть, сидеть. Я даже не знаю, нужно либо выдумывать очень много способов с собой что-то делать. А вот. И тогда у меня реально был кризис. Я помню, ходила, мы приезжали в гости к своим друзьям, и мы очень много разговаривали про это. Я говорила, боже, ну, как вы это пережили? Тоже говорили, непросто было. То есть, реально непросто, нужно было искать новый формат. Хотелось все разрушить старое. Вообще уничтожить. Чтобы опять выживать. Опять справляться. Камера выключена. Показывай мне эту посуду в коробке, что ты в телеграмм выкладывала. Посуду? Да, да. Посуду? Скажи. Я просто хочу понять, сколько она стоит, Наташа? Сколько этот набор стоит? Я не помню, если честно. Откуда тебе вообще вы сюда могли привезти? Я знаю, что байеры этим занимаются. Эрмия? Привозят, да, да, да. Я не помню, честно, почему. Потому что, знаешь, мое дело было только работать. Я так тебе скажу. А, то есть кто-то заказывал тебя, да? У меня же было... Знаешь, это называется «Хочешь, бери?» Я подумала, что я себе ничего не буду лишать. И у меня есть смета, конечно, на всю квартиру в целом. Но это мне подарили клиенты, у меня просто здесь лежит. Поэтому цен у меня нету сейчас каких-то конкретных, чтобы тебе так сказать. Не потому что я там скрываю их, да? Это вот еще не все, ну как бы да. Золото, бриллианты, тройка. Блин, ну ладно. Ну тут я еще не всегда буду вытаскивать. Но сколько это? 1200? Хотя бы на вскидку вообще не представляешь. Я не помню уже, потому что что-то я заказывала, типа, осенью, знаешь. Конечно, это все в тысячи-тысячи евро. Блин. Да. Да. Офигеть. Ну, знаешь, я, знаешь, пыталась вспомнить какие-то вещи. Это же все, там, я там не помню, как бы. Глития воды? Это Тиффани или это просто написано? Нет, это Тиффани. Я не мечтала. А ты знаешь, сколько они стоят? Я не помню. Ориентир, мне кажется, около тысячи они стоят. Я не помню. Что, к 6? Это было в наборе, да? Я не знаю, Марин, где что. То, что твоя квартира жукала? Я только, здесь просто, видишь, для меня все делали, поэтому под ключ, как под настоящий ключ, когда все есть, и есть ощущение, что здесь ты долго был. Видишь, тоже нет ощущения, что ты после ремонта, да? Хотя это только... Запаха ничего нет такого, вообще ничего. Вот, поэтому это было, знаешь, реально, хочешь, бери. Я просто помню, что мне выслали, ты же хочешь это? Я говорю, да, я хочу. Я такая, ну ладно, буду еще больше работать. Я все... То есть, не было такое, типа, надо на этом сэкономить? Наоборот, была цель больше работать. Знаешь, были какие-то моменты, что я просто это уже не вывезу. Ну, типа, знаешь, страх какой-то или усталость от того, что сколько это будет продолжаться? Сколько еще нужно? Потому что, когда мы... Уже ремонт, он вышел в три раза дороже, чем в самом начале. А сколько? Вот скажи хоть какую-нибудь цифру мне, я не знаю, нам нужно... Планировалось, что будет ремонт стоить 80 тысяч долларов сначала, когда начиналось. Я помню, как мы еще здесь... Потом мои потребности тоже мои менялись, естественно, я менялась. Я не хотела такую, знаешь, квартиру, когда я заеду, и такая, я не хочу в ней быть. Она мне уже не соответствует. То есть, тоже это было бы странно. Да, да, да. Ну, так часто бывает. Потому что ты делаешь, ты понимаешь, блин, ну уже это все меня не устраивает. Это как мы про работу говорили. Конечно, и поэтому я, конечно, бесконечно только переводила деньги, и мне даже карту вставляла. Просто я работала. Моя задача была только работать, и иногда что-то говорить, ну как бы да, или там нет, но редко нет, все время да. И тут нету в этой квартире, особенность этой квартиры, что тут нету ничего, на чем я сэкономила. И сколько в итоге ты перевела? Уже, уже, так тяжело это говорить. Да. Когда доделаем террасу, ну, есть какие-то вещи, которые нужно еще докупить. Тут много чего не хватает, еще не привезли там кресла из Италии, еще какие-то штуки. То есть, тут много чего не хватает, на самом деле. То, чего там будет очень крутая перегородка в японском стиле. Ты можешь похвастаться, выражать, что это, ну, это же... Ну, 230 тысяч долларов уже ушло. Вместе с квартирой? Нет, квартира отдельно, всего 400 же. А знаешь, когда ты еще делаешь этот переход, ты же в какой-то момент, скорее всего, в своем бизнесе провисаешь, потому что все в твоем бизнесе завязано на тебе. И тогда нужно выбрать и договориться с собой, что здесь я сейчас потеряю, но я найду себя. Вот как вот здесь у тебя было? Это очень сложно, потому что я из тех людей, кто не привык провисать, и точно мне это не близко, для меня такие этапы, они довольно сложные. То есть, я все время думаю про плата, да, вот это вот состояние. Я как обычно, я там расту, плата, что ровно иду, осваиваю это все, присваиваю, понимаю, как это я все сделала, как анализирую, и потом, да, расту дальше, да, выбираю. Вот, и были просадки периодами. И каждый раз, кажется, ты же не знаешь, ты же, вот момент этот, когда у тебя кризис, это сейчас, например, когда у меня там кризис, я могу сказать, ну, каждый кризис как бы вводил меня к чему-то новому, хорошему, значит, это хороший кризис. Я его жду, окей, типа, я с ним живу, мне непросто, сейчас мы справимся, что-то будет там сделано. Но когда у тебя первые опыты такие, тебе кажется, что да не будет уже хорошо, будет только хуже, ну, то есть, в такие моменты. И это реально, прям у меня были тревоги такие сильные. То есть, ну, я просто все время в терапии, как бы, да, меня что-то тревожит, я туда, типа, по работе, к супервизору. И, конечно, страшно, конечно, страшно, но все время как-то я помню, что, во-первых, я это создала. Вот, все. Все, знания у меня во мне, то есть, их нельзя украсть, их может только Альцгеймер, ну, там, забрать, да, Паркинсон. С этим ничего не сделаешь, да? То есть, я могу брать время, восстанавливаться, и я помню, ну, все время какая-то опора на опыт и на то, что как-то раньше я начинала даже с нуля, у меня вообще ничего не было, даже на такого количества знаний. Вот, и я же построила это все, значит, я способна это строить. То есть, это я сделала, мне никто не помог, реально, то есть, это все я. Поэтому даже денег не было на развитие, ни на что же не было денег вообще. И сейчас я даже многим экспертам завидую, потому что кто ко мне, например, приходит в менторство, там, знаешь, какие-то клубы еще куда-то, я смотрю, думаю, потому что у меня не было. У меня даже, я даже не знала, что можно такую информацию получить. Хочешь сплетню? Сплетню, да. Да, ну, некоторые эксперты, типа, которые приходят, они говорят, ну, вот, конечно, Жукова же муж, типа, ей помог вырасти, ну, типа, стартовый капитал ей же муж дал. Знаешь, представляешь, как люди думают? Так сложно им поверить, что можно самой. Знаешь, я думаю, что я тоже, я тебе более того скажу, раньше на кого-то смотрела и думала, тебе хорошо, у тебя семья классная. Тебе хорошо, у тебя родители есть, тебе папа там что-то сделал, да, там, тебе хорошо, там, то-то-то. Вот поэтому у него получилось, да? Да, да, то есть, как-то очень, знаешь, когда ты не понимаешь, как человек это сделал, нужно найти способ это, как бы, как-то себе объяснить. Да. Почему я это не делала? Да, 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 объяснить. И я также такой фигней страдала, вот, и все время кажется, что есть кто-то, и тогда я, типа, разгадала эту загадку, и можно не делать. Потому что, ну, как бы, у людей вызывает шок, там, какие-то мои достижения за такой срок. И, естественно, это хочется объяснить как-то, как-то объяснить, типа, что, ну, вот, хорошо там, что есть, но можно на мужа свалить, это уже хорошо. Я сочувствую, потому что пока мы ищем эти оправдательные конструкции, мы ничего не делаем. Вот, я даже про себя говорю. То есть я, когда я начинаю думать про кого-то, что, ну, ему хорошо, у него больше энергии, такая, ой, Наташа, что ты говоришь? Ну, начни разбираться со своим сном тогда, ну, начни пить БАДы по-другому, ну, как бы, начни заниматься своей энергией. Ну, типа, если ты думаешь, что много у кого есть энергии, Марина, много у кого есть муж, где результаты? Так офигенно, что ты поднимаешь эти темы, Наташа. Вот так открыто говоришь о глубине и о том, об вот этих подводных течениях. Потому что как раз не зная этих подводных течений, люди смотрят, вот, она может, я так сделаю, и выгорают на этом, потому что не понимают, как устроена реальность. Какие бы ты на сегодня дала рекомендации эксперту, как вообще можно расти? Потому что, ну, вот, огромное количество курсов, все заходят в курсы, там у них есть кураторы, есть наставники какие-то, и люди всё равно не вырастают. Что, блин, нужно делать, Наташа? А ругаться матом можно? Конечно. Я, во-первых, думаю, что нужно перестать выёбываться в таком плане. Многие там мало что знают, и они ставят высокий чек себе на работу, и у них нет клиентов. У них там приходят два с половиной клиента, а всё остальное время они дрожат и выпендриваются, что они там что-то могут, что-то, вот, знаешь, они там вот это, вот то, вместо того, чтобы работать. И я считаю, что нужно ставить минимальную стоимость на работу свою и набирать огромный опыт. Это быстрый рост, это кажется. То есть люди думают, ну, как же я буду, типа, работать там бесплатно за 500, за 1000, за 1500, там ещё за какие-то, неважно, кто для них маленький чек. Всё очень просто. Ты ходишь на супервизию, то есть на супервизии ты разбираешь, я боюсь повышать стоимость работы, я не знаю, я там боюсь клиента, я боюсь, что клиент мне не заплатит, я боюсь, там у нас какая-то ситуация сложилась с клиентом, там какой-то перенос или ещё что-то. То есть ты ходишь с этими клиентами, которые у тебя есть, работаешь в супервизию, буквально, мне кажется, полгода, человек будет уже работать за хороший чек, буквально полгода. И реально он быстро вырастет. И, во-первых, он вырастет не на пустоте какой-то, да, он будет уверенным в себе специалистом, он будет всегда только расти, потому что у него будет такая внутренняя опора на свои знания, на свой опыт, то, что он прожил с клиентами, он будет увереннее поднимать стоимость, он будет только расти. Это вообще простой способ, на самом деле, который все боятся, потому что модно же там, я же тоже так начинала, как бы, да, то есть я работала в центрах, я три месяца, блин, бесплатно работала в реабилитации. Три месяца работала бесплатно, пахала просто. Ради супервизии, ради возможности быть с людьми, которые суперпрофессиональны, чтобы их опыт перенять. Слушай, а супервизия, это не только для психологов, правда? У нас это есть, как бы, у психологов это уже продумано, просто у коуча этого нет, как бы, но я всех склоняю к супервизии. Почему? Потому что я вижу, что люди боятся клиентов. Ну, то есть банально они боятся людей, то есть они не понимают психологию, вот, грубо говоря, мы как психологи, мы хотя бы понимаем, как бы, других людей. Люди остальные, кто там занимается, неважно, маркетинг, СММ, астрология, там, коучинг, неважно что, да, они боятся людей, просто они, а вдруг клиент не напишет, а вдруг вот он написал, а что я ему отвечу, а вдруг он придет, а вдруг он не придет, а как ему сказать про цену, а как то, а вот он сказал, а вдруг я не пойму, что ответить. Боже мой, эти головники, все снимаешь у супервизора, и не думаешь об этом больше никогда. Я вообще не понимаю, что они сидят, там, загоняются. А еще люди, работая с другими людьми, истощаются от других людей. Конечно, они перерабатывают, да, они работают за клиента, они работают с собой, на себе тащат, вечно уставшие из-за этого, начинают чересчур много давать, там, думая о том, что если они там напихали человеку из своей тревоги, каких-то там знаний, еще чего-то, то тогда они классные эксперты, или пытаются любовь получить у клиента. Боже мой, будь ты профессионалом. Есть часть жизни, где они пытаются с клиентом что-то сделать, чтобы клиент, знаешь, пришел в их жизнь, не знаю, удовлетворял их потребности, любил их, жил, как они хотят, менялся, как они хотят. Куча всего, что люди фантазируют про клиентов, что они как-то должны там как-то жить. В общем, меня, я от этого, я в шоке от того, что они же сами себя этим останавливают. Они же не берут клиентов, потому что они их боятся. Они не берут клиентов, потому что им стыдно, потому что им страшно, потому что они кучу всего наобещают из своих тревог, опять же, или там показывают свою роскошную жизнь, что они к ней приведут к этой жизни. Потом начинается работа, они боятся этих клиентов ходить на созвоны. Как бы вот это беда. То, что они... Вот как бы проблема же, Марин, развиваться нет такой проблемы. Ты же понимаешь, что рынок людей, как бы с кем работать, он не ограничен. Он же в нашей голове. Сколько миллиардов людей, населения, сколько людей растет, наших клиентов, в любой нише, неважно. Все ограничения только в нашей голове. Это ограничения есть по клиентам у лидеров рынка. У них есть ограничения. У них как бы вопрос, где уже закупать рекламу. Это другие масштабы, такие единицы людей. Все остальные люди могут находить все клиентов, если избавиться от этих вот страхов, чувства вины, стыда. Это вот тема созависимости, вечного спасательства. Работать за донаты всю жизнь, не за то, что, ну, Марин, я тебя проконсультирую, а ты меня подстрижешь. Это, блин, это просто боль всех экспертов. Наташ, получается, что, когда ты растешь как эксперт, ты как будто берешь маленькую стоимость, ну, типа, маленькую цену назначаешь, тебе надо еще в терапию, ходить и в супервизию. Работает ли формат той же групповой терапии, групповой терапии? Как можно это делать дешевле? Вот есть какие-то способы, чтобы это было доступно? Потому что кажется, что вкладывать нужно больше, чем ты получаешь. На первом этапе, да, так часто и есть. То есть вообще, смотри, если посмотреть в университете, то вот мы с Диной обсуждали, Дина, партнер по университету, что к нам приходят, ну, взрослые, зрелые люди. И, конечно, они работают, например, там, юристами, и первое время они вкладываются в психологию, как и я там работала в IT, там, да, и все, что мне там помогали, и вообще все свои деньги, я вкладывала в психологию, да. Но потом начинается другой эффект. Поэтому мы в универе тоже простраивались, чтобы у людей была и супервизия, чтобы они зарабатывали деньги, и уже с них росли дальше, когда оплачивали себе свои там специализации, еще что-то дальше. Это нормальная практика. И, конечно, группа работает, просто разбирается там меньше кейсов. Как бы я первое время ходила на личную супервизию, и потом на групповую тоже совместно. Потому что, во-первых, на групповой супервизии ты услышишь много чужих случаев. Раз таки больше кейсов. Да, очень много классных кейсов. Как они справлялись? Я помню, я ходила на супервизию, когда у меня не было клиентов. Реально лайфхак. Да. Когда ты начинаешь как раз-таки в группу идти, супервизионную, когда ты видишь, как другие люди приносят ситуации. Конечно, они рассказывают свои истории, у тебя нету клиента. Человек говорит, например, ко мне клиент пришел, не знаю, там, ушел на 30 минутах встречи. Да. А человек этого боится, например, такой, что делать? Вы такие разобраивались, и человек не развалился, такой, думаешь, ну ладно, переживу как-то. И как будто ты берешь этот опыт, и как будто он тебя... Да, да, так и есть. Я так и набиралась смелости когда-то, потому что, а что делать? Ну, то есть, нету своих клиентов, хочется их брать, и на супервизии первый мой был вопрос, первая моя супервизия, что хочу брать клиентов, как мне это делать, какой человек брать за работу, какое место организовать для работы, как вообще это себе организовать пространство. Потому что многие хотят даже работать, но они так загружены, что если к ним придет клиент, они его оттолкнут. Слушай, Наташ, у меня подписчики, на самом деле, в основном эксперты. У тебя же тоже, на самом деле, уже огромное количество. Далеко не только просто девчонок, которым нужно подлечиться от созависимости, и далеко не только психологов и коучей. У тебя уже и диджитал, и маркетологи там все, да? И можешь ты вообще этим людям что-то предложить в твоей системе, может быть, в клубе, где им можно взять то, о чем ты рассказываешь, в рамках тебя? Да, в рамках меня, но у меня есть продукт, он самый доступный, из которых есть. Это в клубе. Я сделала сейчас недавно еще проформат. Я просто думала, если честно, меня просто надо сочувствовать очень сильно к экспертам, потому что я сколько, я же тысячи людям делаю там разборы. Да? И я понимаю, что они вечно вкладываются деньгами, они вечно безумно там, ну, много, они ходят на короткие программы, они что-то пытаются учиться, они, знаешь, как-то возбудятся, послушают какой-нибудь вебинар, а делать они уже не могут. И там на этой энергии делают два дня, и все, они потом гаснут. Им нужна постоянная поддержка. То есть я сделала для этого тариф про в клубе у себя, такой очень доступный, там супер он. Ну, это вообще смешно, потому что чисто из желания поддержать таких людей. А что там такого, вот именно для экспертов, что в нем? Во-первых, я что считаю? Во-первых, нужно менять сообщество. Мое мнение. Это лично мое мнение, потому что если вас окружают люди, которые вечно ноют, страдают, как бы говорят, сколько ты хочешь за свою консультацию? Ой, ты охерела? Ты охерела? Моя боль. В смысле? В смысле? Что ты там такого уже делаешь, что ты должна твоя консультация столько стоить? Вот это вот все, если вот есть в этом сообществе, в котором ты находишься, неважно, это семья, друзья, или там твое профессиональное сообщество, я считаю, оттуда нужно бежать. Мое мнение. Потому что нужно быть в поддерживающей атмосфере с людьми, которые чего-то в этой жизни хотят. Мое мнение, мы очень сильно в универе за это топим, что эксперты должны себя уважать. Психологи очень много вкладываются в жизнь других людей бесконечно. Мы живем, мы решаем бесконечно проблемы других людей. Мы этим живем. И я считаю, такие специалисты, они должны достойно получать оплату своего труда, потому что, чтобы их больше ничего в жизни не беспокоило. То есть, они не должны беспокоиться о своих заботах. Мы в Англии этому научили, что клиент заботится о тебе, когда ты оплачиваешь твою работу, а ты ни о чем больше не думаешь в своей жизни, только как о нем. И его какие-то вопросы решаешь. То есть, ты не думаешь, грубо говоря, что тебе поесть, что тебе квартиру оплатить или еще что-то. То есть, грубо говоря, базовые потребности закрываются. Потому что будет странно, если ты будешь сесть с клиентом и думать о том, как, не знаю, заработать на нем, чтобы он, не знаю, вечно у тебя ходил или еще что-то. То есть, это все деструктивные штуки от нехватки и незнания, как вообще управлять своей жизнью, своим доходом. И вот, не просто так это все вылазит. Поэтому я сделала там нетворк-сессию, чтобы все перезнакомились, какую-то команду находили, кто-то находит партнеров работать, уже я видела проходить. Клиентов. Клиентов, да. Там нет уже жесткой рекламы, но они все равно друг друга находят. Они там начинают, знаешь, давай я тебе сессию проведу, а ты мне сессию проведешь. Они реально начнут кейсы набивать быстро. То есть, они реально начинают, знаешь, круто двигаться быстрее. Мы еще делали это на твой ход с Артемом, когда программа была по продаже на высокие чеки. Мы говорили, ребят, друг другу пробуйте продавать, пробуйте встречаться, пробуйте друг другу проводить консультации, тренируйтесь, берите кейсы друг у друга, да, то есть, дорабатывайте свой продукт. Вот эта атмосфера очень нужна. Вот там такое есть. Плюс есть одна встреча в месяц с супервисорской группой, потому что я устал. Да, да, да. Потому что я понимаю, что оплачивают всем там все дорого, но супервисорская встреча, они будут в групповом формате слушать кейсы, там супервисор очень крутой, космос просто, для того, чтобы они, во-первых, увидели, как работают профессионалы, чтобы они стремились, чтобы они, кто психологи там будут, еще кто-то, какой уровень профессионализма должен быть, как бы вообще в целом. Ну, как бы у нас есть у всех свои мечты, да, можно их увидеть, эти мечты, и это классно, кем-то вдохновляться. Я, например, очень люблю там преподавателям, кем-то вдохновляться, такие, знаешь, академичности, образованности, когда они себя ведут, такой смотришь, думаешь, боже мой, это просто какое-то благородство внутреннего. Очень хочется быть рядом, вот, чтобы они там разбираются своими страхами, проблемами, загонами, стыдом, виной, вот этим всем, да, как бы, и будет менторские группы два раза в месяц, получается, что самое крутое, там будут мои, кто меня в менторстве вести, то есть они дофига зарабатывают. То есть предприниматели, реальные. Будут, кто, они там будут обсуждать, как продавать, как делать продажи, как этично, как делать прогревы, как, я не знаю, расти, как вообще выстраивать сессии. То есть это будут коучи, продюсеры, которые у меня в менторстве находятся, которые уже дофига зарабатывают, которые точно прошли, потому что я не люблю вот эти, вот знаешь, наставник-наставника, потому что никто не знает их реальные результаты. Я своих клиентов знаю реальные результаты, и я попросила, чтобы они вели менторские встречи группы у меня, там будет по 25 человек группы. И почему я считаю, что это нужно? Бывает, что ты уже вроде бы все знаешь, почему-то не делаешь. Вот у таких людей очень много. Я смотрю на людей, много талантливых специалистов есть, умных ребят, реально, они вовлеченные, они типа хотят делать, они не делают. Вот. И я считаю, что им, во-первых, нужен пример человека, кто уже сделал, потому что эти менторы тоже, они очень много зарабатывают. Это уже сообщество. Во-первых, они супер доступны, они недавно этот путь прошли, они еще знают, каково это быть, да, в таком состоянии, когда ты там дрожишь, хочешь, мечтаешь, как это сделать. Они это знают, они могут свои методики передать, методики, которые мы работаем, чему я их обучаю. Вот. Поэтому, и еще, я думаю, что надо идти в долгую, поэтому тариф сделала доступным. Все короткие программы, я считаю, что они недостаточно работают. Вот. Потому что нужно длительные, как бы, кому-то нужно учиться, не знаю, там, разбираться с проблемами, страхами, еще чем-то. Кому-то нужно, как бы, прокачивать свой опыт, как, ну, психологические какие-то навыки качать. Кому-то нужно про продажи больше понимать, пройти, ну, там, как это продавать и быть специалистом, да, этично выстраивать. Как вообще какие-то сессии проводить, еще что-то. У каждого свой опыт, этому нужно учиться. Вот. И поэтому и быть в сообществе, где тебя все время поддержат. Вот я считаю, новичкам, особенно тем, кто уже вроде бы все знает, но почему ты еще не сделал, есть таких, очень много людей, либо они пытаются, но они очень сильно устают, выгорают, они делают что-то не то. Они не понимают. Что они делают не то и думают тогда, самое печальное, что они плохие. Наташа, ты знаешь, я-то знаю, сколько стоит этот тариф, и, честно, когда ты о нем рассказываешь, я еще не вникала в него, в детали, просто я знаю, что появился. И вот, когда ты о нем рассказала, мне, знаешь, такое сразу, как будто Наташа благотворительностью занимается. Ну, реально. Ну, вообще, у меня часть есть проектов, в которых так и есть. Всегда. Клуб, это тоже такое место, потому что, ну, если бы там посмотреть курсы, которые там лежат, это около миллиона они стоят. Когда я их продавала, реально, их стоимость очень высокая, как бы, да. Во-первых, я всегда себя помню, когда мне было 35 долларов платить дорого за сессию. Я это никогда не забуду. Вот. И когда люди заходят в клуб, и они там остаются, что меняют, вот в майске, когда я людей, как бы, дала им доступ, например, у меня был шквал сообщений, просто шквал. Я вообще, поэтому чуть-чуть себе испортила майске, скажем так. Потому что я не читала не книги какие-то дни, а директ. Вот. Я была очень тронута, потому что много же людей не знают, как бы, что с ними происходит. Вот. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы у них был реальный доступ к чему-то, к какой-то информации. А еще прикольно, то что они, многие люди приходят в клуб, мне нравится, которые интересуются психологией очень много лет, но все это не разрешают. И очень много людей после клуба пошли учиться в УСП к нам. То есть, потому что они изучали там самостоятельную информацию и поняли, что им это близко, им это нравится. Вот. Потому что основной экстракт был, я такой чуткий, я так сильно включаюсь в клиентов, в людей, я не смогу работать специалистом. такие вот проблемы. Потом они понимают, что это вообще-то меняется в супервизии. Клуб, он такое место, где ты себя узнаешь, ты растешь. Да. Для тех, вот там он был раньше для самостоятельного роста. Да. То есть, ты сам изучаешь информацию, которая тебе подходит. Но в Стритове есть такие, кто хотел бы с поддержкой расти. И да, супертариф доступный. Я со своими договорилась в менторстве. Конечно, у них работа стоит очень дорого. Да. У них свои интересы, как бы у меня свои интересы помочь людям. Вот. Потом мы будем в будущем развивать проект, вместе с Диной делать именно, как выстраивать этичные продажи для психологов. Мы будем делать летом, будем начинать этим заниматься. Мы уже часть программы готова. Вот. Потому что мы, как никто, знаем нишу психологии. Каково психологам вообще развиваться, расти и формировать свои там продажи. Потому что они отличаются от продаж всех остальных людей. Да. Вот. И мы будем этим заниматься. То есть, будем в УСП это расширять активно. Вот. Но сейчас, как бы, такой формат есть. Да. Я как раз хотела тебя спросить. Вот ты ушла в академическое образование. По факту же есть ниши, где денег гораздо больше. Ну, мы это с тобой понимаем. Правильно, да? И ты могла бы зарабатывать гораздо больше денег, гораздо проще, блин. Да. Почему? Зачем? Ну, это личные загоны. Я за это люблю очень Дину, с которой мы дружим и вместе делаем, например, УСП. Мы все время это обсуждаем, потому что каждый из нас мог бы заниматься чем-то более легким. Потому что она безумно умная. Вот. Просто гениальная. И я тоже в своем. И, конечно, я могла бы продавать какие-нибудь курсы по манипуляциям. Дина бы могла чем-то своим заниматься в жизни. Но вот есть ценности, во-первых, которые как-то, знаешь, вот когда так сильно фанатеешь по образованию, потому что мы в этом очень похожи, это очень сложно. Это ужасно сложно. Это правда. Это не для всех. Это точно. Это точно не для всех. Это вообще не для всех ни разу. И в этом очень много смыслов. Потому что, во-первых, это гордость. Во-вторых, у тебя есть крутое будущее, потому что ты не инфо-цыганин, да, а ты делаешь академическое образование. Крутое, да. Ты являешься в чем-то впереди, потому что сейчас начнут многие университеты тоже переходить на онлайн-образование. Они уже хотят у нас консультации брать, еще что-то, да. То есть это как бы мы впереди, да. То есть это будущее неизбежно. И мы как бы в начале вот этого пути просто идем, да. И, конечно, нам сложно из-за этого, потому что, знаешь, когда делаешь курсы, ты можешь подойти к коллеге и спросить, слушай, как это вот это делается, да. А тут ты не можешь. Ты первая это делаешь. А вы первая это делаете, ты не можешь, ты не знаешь, с чем ты столкнешься. Да, мы берем, понятно, у нас все преподаватели из университетов, методологии, еще что-то. Но все равно это другое. Как бы у тебя нету реально кому-то подойти у коллег и спросить, слушай, а как вот это, как вы это делали? Как вы с этим справлялись? Нет. И мы когда вписывались, мы еще не знали, что нас ждет. Но это гордость огромная, это огромное уважение к себе, друг к другу. И в этом есть будущее, потому что все сотрудничества, если расти дальше, очень важно делать проекты, за которые тебе не стыдно. Почему? Ну, потому что, во-первых, ты можешь сотрудничать с кем хочешь потом из-за этого, в том числе. Во-вторых, у тебя есть будущее, у тебя есть благодарные ученики, то есть ты не будешь жить и думать, не дай бог встретить своих клиентов. Вот реально, у меня такие вещи, знаешь, в жизни меня реально пугают люди, которые продают курсы, там, станут психологом за три месяца. Меня нереально пугают, потому что я не представляю. Понятно, что люди там очарованы и они фантазируют о чем-то. У них огромная вероятность вредить к людям, во-первых, и это все запускает какой-то огромный процесс, плохой очень, и поэтому очень много ко мне людей обращаются за поиском психологов, чтобы как раз-таки подобрать им хорошего специалиста, потому что из-за этого нужно проделывать еще больше сил внутренних, которые человек не понимает, чтобы найти хорошего специалиста, как отсеять, в любой нише. Здесь тоже, как врача, ты ищешь еще кого-то. Ты не только силы теряешь, деньги, время, да, еще что-то. Я сижу недавно в кафе в Минске, здесь, на набережной, и идут какие-то девчонки, Наташа Жукова, спасибо за то, что вы делаете, вы такая классная. Знаешь, такие, я такая сижу, прикольно, прикинь, я такая сижу, и такая думаю, боже мой, ну какие они чудесные. Я хочу так, я хочу к людям относиться, всегда я не... Марина, я всегда выбирала непопулярный способ созависимости заниматься, это не было денежно, какие-то денежные штуки. У меня всегда был важен смысл, потому что если есть смысл, почему ты это делаешь, образование тоже, мне хочется поддерживать женщин, чтобы им не говорили в 50 лет, типа, мы тебя не берем на работу, ты пенсия, блин, еще что-то. Я не хочу вообще, это сама сталкивается, не хочу, чтобы женщины это испытывали, я хочу, чтобы они сидели у себя дома, если захотят, или в Венеции консультировали по скайпу, например, людей, чтобы женщины были свободнее. Я хочу, чтобы мы были в большей безопасности, да, и мне это безумно важно, и всегда этим занималась, и буду заниматься, и я считаю, что когда впереди смысл, почему ты это делаешь, оно будет всегда, компенсация этого, финансовая, например, она всегда будет, да, то есть, если ставить вперед деньги, в моей ситуации, просто у меня не работает так, то есть, я вообще так не мыслю, то есть, если я начинаю придумывать какую-то цифру, что мне нужно заработать, мне сразу интерес падает, не поверишь. То есть, мне вообще как просто внутри все обламывается, меня возбуждают мысли о том, что сколько может людей, типа, получить образование новое, там, что у них понесется, я представлю, сколько они будут людей, там, как-то поменяет их семьи, как-то поменяет, типа, кого они начнут консультировать, и это такой, типа, иногда, когда тяжёлые очень дни, такие говорим, ну, зато вот смотри, у нас клиенты вот тут делают. Ну, да, типа. Ну, такие моменты очень сильно поддерживают. Потому что, когда идёшь такой путь, тяжёлый иногда, просто тёплые какие-то сообщения клиентов, что у них там что-то получается, у них там первые консультации, ещё что-то. Мы такие смотрим, боже мой, роднулечки наши. Вот. Ну, это безумно трогает. А ведь это то, с чего ты начинала, и как ты шла в свой путь. Сначала ты просто помогала женщинам избавиться, ну, не просто, избавиться от созависимости, почувствовать свои границы, найти какие-то внутренние опоры. И смотри, куда ты их дальше повела. Ты их дальше повела в экспертность. Ты их дальше повела в то, чтобы они были классными специалистами, чтобы они развивались, чтобы они были автономными, чтобы они обучались. То есть, ты реально целое поколение взращиваешь. Мне это очень нравится, потому что ну, сейчас поменялось время, время поменялось, да. То есть, сейчас не столько актуально, там, в какой-то период лечиться только от созависимости, сколько актуально менять профессии, страховать себя новыми профессиями, получать профессии, где ты онлайн можешь работать, чтобы не зависеть от места, Сейчас период такой жизни, и я тоже перестроилась, потому что все равно ориентация на людей, на то, что им сейчас нужно, что их сейчас поддержат. Потому что они уехали, приехали, где-то кто-то находится. Но это нужно все учитывать. И, конечно, я об этом забочусь. И ты же этим не продаешь. Вот реально ты это... Вот я тебя чуть выпросила у тебя, а это же реально прогрев. Что ты за человек? Почему ты это не используешь? Почему это не использую? Потому что я считаю, что... Ну, во-первых, это такое что-то мое, я хочу этим просто наслаждаться. Во-первых. Это про жизнь. Это мое для меня, это не для прогревов. Это для моей жизни, для моей радости, для моего счастья. Тут нет ничего для прогревов. Тут ничего не куплено, чтобы что-то показывать кому-то. Тут... Это там, мне уже уговорили. Там, типа, покажи то, покажи это. Я не планировала как бы ничего это показывать. И... Но я считаю просто, что... Я говорила, да, что самое главное, это как бы человек. Не фон. Да? Фон мы создаем, как бы... Для меня это условие. Как бы для меня это моей жизни. Потому что я очень много работаю дома. Я работаю... Для меня важно создавать уют, комфорт. Везде, где я нахожусь, везде классно. На самом деле. Везде я создаю все как бы для себя классно. В Москве квартира классная. На каком бы уровне я ни находилась, на тот момент она для меня была классной. Вот. И там в деревне у меня, хоть там не достроено, не доделано, но все равно там много уюта, много всего там такого чудесного. Вот. И... Потому что главное, я считаю, человек... И если... Я буду продавать через фон, типа, я классный эксперт, потому что я пью из Тиффани. Нет. Как бы я это просто не люблю сама. И для меня это очевидный факт, что если я крутой специалист, если я много работаю, я вкладываюсь и занимаюсь, это естественно, что я могу себе такое позволить и купить. Для меня это естественно. То есть это как бы не вперед идет, это фон моей жизни. Это следствие моей жизни. И, понимаешь, если я... Если я стану заниматься тем, чтобы через это все прогревать, и там всю жизнь, вот так как и живут блогеры, да? Да ты в это... Смотрите, я себя потеряю. Потому что я начну думать, ну, начну скакать, угождать. Это все созависимое поведение, от которого я столько выходила, да? Что я буду там, не знаю, мне хотели бы такое видеть. Я такая, да, типа, сейчас я одену роскошное платье, и буду у меня тут ходить по квартире, не знаю. Или там, что как будто от меня будет что-то ожидать, я стану заложником того, что я должна все время пить, с каких-то крутых стаканчиков, жить в каких-то офигенных дорогих отелях. И как живут эксперты? Они же все время сливают все бабло на то, чтобы что-то показывать. Круто. Наташ, смотри, такой вопрос. У меня есть такая практика, знаешь, как выходить на коммуникацию высокочековую. И я всегда предлагаю своим ребятам представьте какого-то своего идеального клиента высокочекового, человека, который вы бы хотели, чтобы он стал вашим клиентом. И я думаю, если пофантазировать о том, что ты клиент ребят, которые нас смотрят, которые придут к тебе в клуб, придут на Тариф ПРО и пофантазируют о том, что ты можешь стать их клиентом. Какой ты клиент? Какого эксперта ты выбираешь для себя обычно в разных нишах? Что для тебя важно? Точно, Марин, 100% весь встретить по последним каким-то моментам. Точно, чтобы человек знал психологию. Ну, а если он не психолог? Да, только это он, не знаю, мой стилист, он знает психологию. А, как интересно, скажи. То есть стилист, который, например, со мной работает, до этого мне стилисты не подходили, я с ними работала, но это всё было коротко. Стилист знает психологию. И сама она ходит в терапию личную. То есть она знает психологию, она понимает меня, она меня чувствует. То есть с этого всё начинается. Дальше он должен понимать, как его знания улучшат мою жизнь, не ухудшат. Или часто думаю, знаешь, я пойду к эксперту, и там от него что-то получу, возьму, не знаю, его аудиторию, его сразу выставлю в стори, что я с таким клиентом работаю. Знаешь, как я часто... Иногда просто банально мне скидывают какой-то скрин, и там написано, работал там с Наташей Жуковой. Я такая, что ты, ну, чёрт, откуда ты взялся вообще? Блин, не знаю, мы там ржём с Диной, мы сидим над универом, работаем ночами, и кто-то говорит, там на тусовке какой-то говорит, я занимаюсь проектом, продюсирую чуть ли не Наташу Жукову. Мы там до слёз ржём и говорим о том, что ну как круто, что мы можем ничего не делать, а другие люди всё за нас делают. Ну, то есть реально люди пиарятся, привыкли пиариться на чужих достижениях. Это многого пустого. Нужно реально у всех спрашивать, кстати, кейсы. Вот многие говорят, я там продвигал того-то. Надо спрашивать у человека, реально ли он это делал. Это вообще такая чушь. Ну, то есть люди просто врут, заврались, капец. Просто вранья столько, что ужас. То есть когда человек приходит кому-то на продукт, либо хотел бы помочь, он не должен думать, я считаю, о своих только выгодах сразу. Он должен думать о том, как помочь этому либо эксперту, либо его клиентам. Как я могу быть вкладом в это? Да, как я могу быть вкладом в это? Типа не вот она, я хочу, чтобы она была моим клиентом, а что наоборот, а как я могу усилить этого человека? Да, только так. Да, только так. С позиции. Потому что мы по-другому мыслим, по-другому выбираем, потому что мы уже сами сильные, мы уже много чего знаем. Зачем нам люди, которые хотят только что, ну, поиметь нас? Потому что как будто слишком сильный фокус стал на продать. Я должна продать. Ну, а что я дам, когда я продам? Это пустые люди, они просто учатся у кого-то. Так как на первой встрече заняться сексом, человеком, которого не знаешь, не поговорил с ним, еще что-то. Ну, то есть, это как будто пропустить все стадии отношений. Вот. Это вот такие вот люди, которые накидываются на тебя, они те, что продают. Вот это и называется впаривать, и то, чего они все боятся, на самом деле. Да, и чем в итоге занимаются, от того, что не знают, как это делать этично. Окей, Наташ, давай топ-3 твоих совета эксперту, каждому. Топ-3 твоих совета, как на сегодня ты рекомендуешь расти? Топ-3. Первое, это не бояться работы, потому что многие сейчас боятся работы, боятся работать, не хотят работать, они хотят все только в легкости, в преисполненности, в ресурсе. Я считаю, что нужно не бояться работы и брать много работы, и уже путем опыта отсеивать, с кем не подходит работать, с кем они не могут работать, каких знаний не хватает. То есть, когда ты берешь много клиентов разных, ты понимаешь, где мне нужно доучиться, и ты берешь, доучиваешься. И тогда следующий совет доучиться в том, чего тебе не хватает на самом деле. Потому что объективных всех знаний у нас нет, и нам нужно доучиться в какой-то узкой области, не знаю, кто-то специализацию возьмет, кто-то пойдет в маркетинг, кто-то еще чем-то будет заниматься. И тогда доучиться, вот эту пустоту исправить. Следующий совет, наверное, я бы посоветовала быть рядом с теми, кто уже либо чуть впереди, либо на таком же уровне, когда мы вместе объединились, а давай вместе типа развиваться. То есть объединяться с такими людьми, потому что эксперты многие тратят время на то, что они говорят, боже мой, у меня плохое окружение, то есть они скорее обесценивают то, что есть, вместо того, чтобы объединиться с теми, кто есть. И думать о том, как себя позиционировать. То есть когда вы приходите на какие-то встречи, думать о людях, которые вокруг, либо вы курсы покупаете, либо еще что-то, кто как экспертам интересен, какие мои знания этих людей усилят. Потому что многие, ну грубо говоря, приходят в тусовку психолога и говорят, я психолог, ну и что? Ну тогда говори хотя бы, что ты, не знаю, супервизор, если ты супервизор, чтобы этим людям помочь. Либо что ты умеешь продавать и обучать психологов продажам. Потому что люди не понимают свое позиционирование и что можно менять в зависимости от того, в какой атмосфере ты находишься. Наташа, еще вопрос к тебе. Есть ли смысл сейчас начинать? Например, ты какую-то профессию учишься, нужно ли уже начинать? Вот в этом онлайне что-то делать, что-то говорить о себе, что-то рассказывать? Я тебя боюсь, когда ты меня спрашиваешь, у меня ужас сразу внутри, как это не начинать? Да. Потому что, ну а что будет, если ты не начнешь? Марин, просто представь, меня это, вот это в ужас вводит. Конечно, нужно начинать с простого, какие-то возможности все брать. Вот знаешь, у меня есть такое понятие, оно в зависимости появилось, когда я работала в реабилитации, грызть землю. Когда ты хочешь выздороветь так сильно, что ты готов грызть землю. Ну как бы ничего не будет, пока ты не будешь работать над собой, лечить проблему, да, серьезную, которая тебя убивает, грубо говоря. И вот он настроится на то, что ты готов грызть землю, грызть знания, грызть, я не знаю, все, ну как бы, вот я такой человек, например, что у меня всегда есть свои цели внутренние, они всегда были. Вокруг меня всегда была куча людей, как бы, как у каждого человека, кто хотел бы избить эти цели. Например, там, мужчины будут говорить одно, что они хотят, чтобы я была, естественно, зависимой, там, да, семья будет вот это говорить. Все чего-то от меня хотят. Но я все время говорю, да, 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 а внутри у меня есть свой план, да, и вот я желаю людям наметить свой план, и чтобы вот они видят этот свой план, они тут, это моя дорога, я хочу вот туда. И кто-то подбегает, такой, типа, да ну, тебе ничего не получится. Так, иди нафиг. Да ну, типа, рано, куда ты пойдешь, тебе 40 лет. Ой, все, иди, У каждого человека свои страхи какие-то, они на нас нападают со своими страхами. Например, поздно начинать, рано начинать, все уже все заняли, все уже все начали. И когда я начинала, я тоже думала, что все уже все знают про созависимость, что ты просто прикол. Я, я думаю, зачем заводить блог? Все знают все про созависимость. Потому что Наташа работает в центре реабилитации, где только созависимость. Да, да, все все знают. Все все знают, смысл вообще об этом говорить. Да, то есть, должен быть свой путь. Вот ты представил, что я хочу быть вот таким-то человеком, такой-то личностью. У тебя есть примерно там путь, который ты тебе наметил. Все остальные люди, как бы нафиг, то есть все их мнения, страхи, берешь только то, что чувствуешь, что твой путь укрепляет. Прокладывает дорогу лучше. Все остальные, кто разрушает, кто пугает, кто навязывает свои страхи, даже если попали в это состояние, кого-то поверили, потом пришли в себя, такие, нет-нет-нет, умей свой путь, умей свои цели. Слушаешь кого-то, кто, да, мама бы хотела, чтобы я стала вот такой. Супер, мама, молодец, у тебя свои желания. Парень хотел бы, чтобы у тебя такое было. Да, классно, у тебя свои желания. Умей свои желания. И это не шутка, это не игра, это больше я не дурачусь, это не хобби, это не увлечение. Это будет моя жизнь. Я буду этим увлекаться, там не только увлекаться, да, я буду на этом зарабатывать, я буду это развивать в своей жизни. Никаких больше шуточек, не нужно в компании шутить, ха-ха-ха, я не знаю, психолог кем, или кем ты там являешься, как коуч, не знаю, астролог, неважно, да. Никаких больше не поддерживать шутки в твою сторону. Никакого ржача. Нужно отстаивать то, что ты любишь. То есть вот как ты любишь кого-то, какого-то близкого человека, и ты его отстаиваешь перед другими, так же отстаивай свою профессию, свое дело. То есть за свое нужно стоять горой. Мне кажется, это супер просто. Супер. Ты продала свои роликсы? Да. Никто об этом не знает. Кстати, я сейчас и первая заикнулась об этом впервые. Уже с тобой вся аудитория проживала покупку этих роликсов. Она сама это сделала. И что, как ты решилась их продать? Расскажи вначале предысторию, что это была за покупка для тебя, что это значило? Для меня это значило, я мечтала о одних роликсах, я их видела во всех странах, я на них там фанатела, и я мечтала, чтобы мне это такие подарили. Да, но мне подарили другие. Помню, имя это безумно. Мужчина. Мужчина, да, подарил. Муж мой подарил мне другие. Я помню, мне сложно было им радоваться, потому что это не то, о чем я мечтала. И я думала, ну, когда-то он мне купит другие, да, потом. И либо, ну, все, либо какой-то другой мужчина. То есть сама я никогда не могу на такое заработать. Да. То есть мне могут только другие мужчины дарить какие-то дорогие подарки. И когда я заработала на эти роликсы, это был как гештальт какой-то, который уже был закрыт, да? У меня была паническая атака. Серьезно? Когда ты покупала, в какой момент? Когда я купила их. А почему ты так испугалась? Что это было? От того, я испугалась от того, что я могу вообще делать. Если я как бы все шаг за шагом свои мечты какие-то исполняю сама. И для меня это было, это не то, что знаешь, я хочу там отказаться от помощи, еще чего-то, а то, что мне важно было самой прожить. автономность. И это, конечно, безумно было круто. Но потом, у меня вообще такой год, что я там много чего из брендов всяких попродавала. Реально очень много, прям куча всего, все, что у меня там было. Практически я оставила какие-то мелочи для себя какие-то. Не то, что я хочу там стать аскетом либо еще кем-то, да? То есть мне хочется, может быть, какие-то небольшие моменты, но классные оставить. Но в целом у меня очень сильно укрепилось еще дальше ощущение, еще глубже, что главное это я. Вот. И я помню, это все дорогое мне ощущение, как бы так, когда ты идешь, не знаю, неважно, в Uniqlo одет или вообще что-то, но ты, ну, ты эксперт, ну, что не фон, это главное. Вот. И я понимаю, во-первых, что я это переросла. То есть мне не, ну, я, во-первых, поняла, что я их не ношу практически. Ты вдруг заметила. Да, я заметила, что я их не ношу. Я думала, почему я их не ношу. Я думала, во-первых, мне хотелось прожить это ощущение, а какая я без них, ну, типа реально без этих штук. Я подумала, интересно, потому что раньше какие-то, на какие-то моменты как будто тебе хочется за счет материального какую-то устойчивость приобрести, на какой-то встрече, еще это как будто себя поддержать за счет внешних атрибутов. Я подумала, надо снимать и смотреть, что там будет со мной. Все нормально, как мы видим. Поэтому никто не знает, да, но я свои роликсы продала. Возможно, я захочу часы какие-то другие в будущем. Это не значит, что я там, знаешь, каким-то аскетом встала, но тот, где штальт закрыт, я уже точно дороже сама роликсов намного. То есть... Уже как будто не роликсы тебя определяют. Я сама дороже этих роликсов. Все это, все, что есть во мне, все, что я делаю, создаю, естественно, это просто копейки тогда. И сам... Это уже не то. Скорее, это что-то недорогое на мне, на самом деле. Вот. И вообще, мне нравится транслировать, что ценность в нас. Вот. Мне это нравится, потому что, ну, как бы перегиб какой-то уже происходит, именно, ну, как я это вижу. И поэтому считаю, что ценность в нас самих, и нужно больше всего это взращивать. Супер. Слушай, я хочу вернуться к этому моменту, твоей панической атаки, когда ты покупала себе роликсы. Я думаю, это ты проработанный человек, который изучал психологию, который постоянно в терапии, да, испытал. А что... В момент... По сути, это был момент роста. Осознания того, что я могу расти еще больше. А представь, вот люди, они думают, что хотят расти, они как будто идут в этот рост. И представляешь, с каким огромным количеством паники и ужаса внутри себя сталкивается их мозг, вообще их сознание, их психика. Как вообще, как обычным людям с этим справляться? Как им расти? Ну, я же тоже была обычный человек. Я же не стала, кем я являюсь за один день. Уже 13 лет прошло. Я думаю, даже если тебя настигло это ощущение, Ну, в этом нет ничего такого сверхудивительного. Это просто то, что происходит с людьми. Как бы разница-то с психологами, то, что мы знаем, что с этим делать, как бы как-то проживать, как из-за того выныривать быстро. Да. Вот. Но не все, как бы, я точно знаю. И поэтому я сочувствую людям. Я не знаю, как они живут без терапии, конечно. Тяжело. Тяжело в терапии, тяжело без терапии, как бы, но результаты другие, правда. Вот. Но я такой же человек. Я думаю, что если я способна была расти, меня сопроживать, у меня было ужасно много ситуаций тяжелых в жизни. Если я способна, и другие люди способны, почему я должна думать о том, что они жертвы, да, либо какие-то неспособные. Мы можем справляться со своей жизнью. Да. Слушай, мне кажется, это настолько полное, глубокое, ценное интервью, которое я должен посмотреть. Или послушать каждый эксперт. Почему ты так думаешь? Я думаю так, потому что здесь много честности очень, очень много ценностей таких. Знаешь, вот эти ценности, которые твои, они очень человечные, и они очень про созидательные. Вот такое слово хочется сказать. А не про то, куда может на самом деле идти наш рынок. Потому что, по факту, мы же все находимся на рынке инфобизнеса. Но есть инфо-цыгане, а есть предприниматели, а есть создатели, а есть гении, которые что-то создают. И мне кажется, это интервью с тобой и твои смыслы, они как вклад вот в ту позитивную сторону инфорынка, в которой он может развиваться. И в которую мне бы очень хотелось, чтобы он развивался. И в которую мне бы хотелось, чтобы пришли мои дети. И мне бы в этом было кайфово и безопасно. И я бы радовалась от того, куда мы можем расти и развиваться. И как могут строить свое будущее мои дети, и я в том числе. Мне кажется, это вопрос возвращения в свою жизнь ценностей нормальных у людей. Потому что, понятно, они стираются. И нам самим нужно проделать какую-то работу, на самом деле, находить какие-то новые ценности, смыслы, возвращать свои ценности, в которых жить. И плюс проделать внутреннюю работу. Почему много непрофессионализма? Потому что как будто люди не знают, как быть профессионалами и как расти и развиваться. То есть, как будто, знаешь, до сих пор у них сидит внутри установка, что можно зарабатывать и жить за нормальным каким-то другим трудом. Каким-то, не знаю, нечестным. Или впаривать нужно или еще что-то. То есть, как будто нельзя быть и профессионалом, и жить достойную жизнь. Из-за того, что они не знают, как этим не управлять, куда нужно вкладываться, как расти, что с этим делать, они, конечно, начинают этим заниматься. И, конечно, мне поэтому хочется экспертов поддерживать, в том, чтобы и людей в целом, чтобы они себя не предавали, потому что они все себя сами плохо чувствуют из-за этого. То есть, они же не то, что они как бы радуются этому. Да, им же и плохо из-за этого тоже в том числе, потому что там и стыда много, и вины за это. И, конечно, мне хочется поддерживать, чтобы на нашем рынке были крутые продукты, которыми мы гордимся. Чтобы меньше говорили плохого про инфорынок. То есть, мы в ОСП очень огромный тоже вклад в это делаем, с Диной топим за это. Вот, что можно делать крутые вещи. Вот. Ну и вообще, я считаю, что рынок сейчас будет вычищаться, потому что люди стали грамотнее относиться, что они выбирают, кому они идут в целом. И они будут более избирательны. И поэтому это тоже хороший пример. И экспертам крутой, пример, что можно быть в адекватном состоянии. Да. Вот. Ничего себе там не стимулировать, не употреблять, еще что-то. Быть в хорошем реальном состоянии и строить свою жизнь. И не подстраиваться под общий фон, что нужно там чему-то соответствовать и как-то жить. Можно жить свою жизнь и можно классно зарабатывать, можно, не знаю, мне кажется, можно меньше деструктива в своей жизни за счет этого. Ты знаешь, ты сказала классную вещь насчет того, что люди смотрят на других и пытаются повторять. И вот этим интервью мы как раз-таки делаем свой вклад в то, что люди посмотрят на тебя и хотелось бы, чтобы как можно больше людей посмотрело именно на это интервью, именно на эти ценности, именно на этого человека для того, чтобы зарядиться и стать на те рельсы, которые приведут туда, куда нужно, в такое состояние, в такое, в такое, в такие результаты по большому счету, да, в такие ценности, в такие какие-то моменты, когда ты выбираешь себя и ты идешь своим аутентичным путем и при этом все у тебя есть тоже. И, ребят, хочется очень, чтобы вы делились этим видео, потому что мне кажется, что это то, чем правда стоит делиться, поэтому оставляйте свои комментарии под этим видео, пишите. Я думаю, что лучше те, кто будет делать репосты, мы сделаем, может быть, какой-то подарок. Можно, кстати. Может быть, какие-то книги твои любимые. Давайте так, ребят, ну, нужно очертания, чтобы были у нашего предложения. Давайте вы сделаете репост в сторис этого видео, отметите нас, мы будем прослеживать эти репосты, будем их лайкать, и лучшие три репоста получат любимые книги Жуковой. А я лучше в клуб пущу. А, в клуб, вообще, может, рифпро, один рифпро, и два просто как... Давай. Давай. Офигеть, ребят. Делитесь этим интервью в сторис, отмечайте нас, пишите комментарии под этим видео, и лучший либо репост, либо комментарий. Три человека пойдут в клуб к Наташе Жуковой на тариф про, где будет и супервизия, и групповая работа с бизнес-менторами, и, по-моему, там есть даже разборы с тобой. Нет, это другой тариф. А, это еще один тариф, но есть такое, да? Ну, то есть, ну, если человек захочет добрать, например, взять еще что-то. Я с удовольствием поделюсь. Супер, супер, Наташа, спасибо тебе. Спасибо тебе за твое открытое, за твое честное, за то, что ты такая, потому что я видела тебя разной, и ты всегда оставалась... То есть, я видела тебя на разных этапах, и ты всегда оставалась собой, понимаешь? И я могу это подтвердить. Спасибо. Все, ребят, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok